Украина! 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 Что толкает людей на бунт? Почему люди берутся за оружие и начинают убивать других людей? Какая причина того, что они начинают вот эти бунты? Почему, если они так долго терпят и ганг-угнетатели, они берутся за оружие только в последнюю очередь? Что толкает их на это? Давайте сегодня разберемся в этом вопросе. Поехали! Для нашего исследования нам понадобится книга. Где-то здесь была одна интересная книга, которая поможет нам пролить свет на то, что мы ищем. Владимир Антонович, краткая история казачьины. Да, я думаю, вот это подойдет. Да, именно в нашем сегодняшнем исследовании нам поможет книжка Владимира Антоновича, известного историка 19 века, хлопомана, который ходил в народ и пропагандировал ценности украинского народа, культуру и традиции. Кстати, за этническим происхождением он был поляком. Так вот, кто-то может возразить, как книжка про казачину, про казаков может помочь пролить свет на бунты и почему люди берут участие в этих бунтах. Все очень просто. Владимир Антонович оставил нам очень интересные посылы в своей книге. И сейчас мы вам прочтем их. Одна проблема. Мы будем читать на украинском языке. Кто не понимает, должен выучить украинский язык. Мы начнем. Хоть закрой! Я сейчас говорю! Когда в истории дошукаются причины народного незадоволения, то не треба гадать, что всякие утиски зараз же викликают реакции в народной массе. Такие реакции надзвичайно трудные, майже неможливые. Революционный рух возрастает очень повильно, потому что каждая народная масса из своей природы инертна. А тем более, насколько она меньше организована, меньше развита и привычайна до политического життя, настолько природные инстинкты народу принялися принципы самосвідомости. Спочатку народная масса терпит мовчки. Вишукает способи, чтобы уникнуть беды. Сподівается, лепших часов. Но не организовывается до реального змагания. Масса шукает засоби влаштоваться с тем станом речей, что пригнічивает ее. Если не каждая народная масса ничего не сделает на месте, то и тогда она не сразу берется до зброи. До повстанья треба підготуватись, умовитись, треба, чтобы всі порозумелися та погодились. Треба иниціаторів, ватажків та багато іншого. Даже, как не сила удержаться на месте, народная масса бажает перейти кудин-нибудь, аби позбутися утисків та гніту. Таким чином трапляються хвилини, когда народ раздратований, но не повстает. Він шукает нейтрального виходу, который позволяет топография, он кидается на эмиграцию. Шукает легкого шляху, чтобы таким чином уникнуть запобегать своему лиху. Эмиграция стає дорогою до компромісу, паліативными заходами проти народного лиха. Ну вот и все. То есть, если мы посмотрим, что писал Владимир Антонович, и сказать это в краткости, то народ не всегда хочет бунтовать. Сначала он ищет разные способы, чтобы убежать от того, чтобы брать в руки оружие. Он сначала будет это все терпеть, терпеть, терпеть до последнего. Не зря существует поговорка, что русские очень долго запрягают, но быстро едут. Это как раз про то, что только что я вам прочел. Так как украинцы по своей натуре индивидуалисты, и это вы можете прочесть в многих этнографических работах, многих историков, Павло Чубинский, Федор Волк, Александр Потебний и так далее. Поэтому украинцы не очень хотят браться за оружие, но когда они берутся, их гнев сметает все на своем пути. Так же и у русских. Надеюсь, мы смогли пролить вам свет, почему люди берутся за оружие, и что толкаете их на то, чтобы бунтовать, убивать, резать, играть. Слава, привет! Субтитры сделал DimaTorzok